мы с вами уже написали небольшой такой скриптец который на экран нашей первой php страничке вводят всякую греберду пока это все в неупорядоченном виде в следующих уроках мы с вами будем писать более осмысленные скрипты которые будут делать какие-то действия ну а пока давайте я вам покажу как оформлять свои скрипты изнутри допустим вы пишете какой-то скрипт у нас имеет очень много каких-то строк то есть вы даже там когда со временем будете возвращаться к своему скрипту вам надо будет заново вспоминать что вы там в нем делали так вот чтобы немножко ускорить этот процесс то есть когда вы в следующий раз будете смотреть на свой скрипт чтобы вы быстрее вспоминали что вы хотели этим скриптом сказать что вы хотели в нем сделать можно оставлять такие примечания текстовые пояснения как говорится пояснения в php делается следующим образом самое простое очень часто программисты используют особенно начинающие профессионалы вряд ли вообще используют такое примечание начинается с двух слэшей после которых можно писать абсолютно любой текст например определяю переменные определяет переменные то есть эта часть текста она мне не будет выполняться не выделяется желтым цветом так здесь например мы что делаем вывожу переменные так вывожу переменные дальше что мы учились делать складываю переменные складываю переменные складываю переменные тут мы их делили тут у нас определяю константу так вот тут можно написать переопределить константу невозможно и восклицательный знак то есть можно вот в конце кода после точки с запятой писать какие-то пояснения вот теперь в нашем скрипте видно где чего мы выполняли стало более понятно да где что мы делали и допустим каждый печки скрипт может как-то называться так вот даже в этом файлике у меня есть можно еще вот так вот делать то есть слэш звездочка начинается какое-то текстовое пояснение скрипта закрываем текстовое пояснение это у нас скрипт изучая основы основы php скрипт пока еще ни о чем сайт компьютерные уроки автор дмитрий ольховик и дата у нас сегодня 12 мая 10 год что мы теперь своему скрипту дали такое вот описание оно является такое описание вы можете встретиться во многих скриптах она очень часто пишется на английском языке что это за скрипт на сразу видно что за скрипт кто писал когда писал может еще быть строка там датари модифицирование версия скрипта все что угодно в этом внутри тут написать еще один момент можно например использовать вот такой вот вариант тоже интересный знак решеточки можно использовать тоже начало начало печки сценария вот так можно еще использовать когда программисты начинают вот что называется рисовать в коде можно вот рамку так вот сделать тоже очень интересное оформление скриптов но это естественно если в этом скрипт на продажу будете делать или еще для каких-то цель если кто-то будет смотреть в код вашего скрипта то вот он может увидеть такие красивые рамочки до в которых написано кто разработчик что за скрипт где начинается марили там настройки какие-то еще что-то на вот примеры оформления я вам привел да как всевозможные примечания пить при коде можно отображать естественно все это дело то что насчет желтеньким цветом выделена она в браузере нет никак не отображается исходный код посмотреть этих примечаний нигде вы не найдете так с этим понятно ну что ж переходим более сложным уроком